Здарова, народ! Всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets, и сегодня у нас на распаковочке и промышленностей очень и очень необычный смартфончик. Наконец-то тренд развернулся в обратную сторону, потому что, ну, все мы уже устали от здоровенных лопат. Сегодня покажу вам компактный и очень и очень неплохой аппаратец по техническим характеристикам, потому что, наконец-то, это не какая-то там супер-мега урезка вообще за три копейки, а девайс, который в целом может потягаться со многими более крупными устройствами, по части камер, так и по части, конечно же, железа. В общем, сегодня мы распаковываем и тестируем смартфончик, как всегда, по вашим заявочкам. Вы просили, я делал информационное видео о данном девайсе, вы, в принципе, положительно отреагировали, попросили его протестировать и вывести на чистую воду, чем мы сегодня и займемся. Разумеется, все ссылочки с самой максимально низкой ценой на этот аппарат будут в описании под этим роликом, постараюсь скопать максимально вкусный вариант. В общем, а мы, правильно, приступаем к вскрытию. Ко мне в Краснодарский край, в городе Тихорецк, посыпка со смартфоном с Алиэкспресс шла примерно около двух с половиной недель. Погнали, ребят! Итак, убираем эту традиционную для смартфонов от компании Cubot подложку для ламината и нас приветствует коробочка от самого смартфона. Да, ребятки, это Pocket 3 Cubot Pocket 3, максимально компактный смартфон с неплохим железом. Итак, нас встречает дисплей с диагональю в 4,5 дюйма, задняя камера на 20 мегапикселей, фронталочка на 5, 4 оперативки и 64 накопитель Helio G85. Для такого крохи с таким компактным экраном это вообще просто разрывной должен быть процессор. Я надеюсь, он хорошо покажет себя в играх. Но, кстати, ребятки, есть еще более заряженный вариант, он идет тоже на Helio G85, но там уже 6 габайт оперативной памяти и 128 накопитель. Это King Kong mini, я тоже про него рассказывал, показывал, и там вообще и памяти много, собственно, и оперативочки и так далее. Так, батареечка на 3000 мАч, но это компактное устройство, поэтому, в принципе, во-первых, не засунешь огромную батарейку, во-вторых, 3000 мАч ему будет достаточно. Он ест не так много, как полноразмерные лопаты. Ну и, конечно же, USB-C разъем. Так, ладно, продолжаем распаковку. И вуаля. Так, давайте-ка смотреть. О, ну он у нас в максимально глухаре варианте. В зеленом. Ребятки, вы посмотрите на этого карапуза. Блин, ну он еще крокодиловый такой. Офигеть. Ну, вау, я такие девайсы обожаю. Сегодня будет, опять же, море эмоций. Будем кайфовать смотреть на этого. Ну, такая вот необычная штука с Алиэкспресс. Просто смартфон, наконец-то, умещающийся в руках. Но у меня, кстати, есть тоже от этого производителя. Буквально пару месяцев назад я распаковывал Покет, вроде как, первого поколения. Он еще компактнее был, но там железо чуть послабее. Тут же прямо они разгулялись за этот прайс. Кстати, он еще и не очень дорогой. Ссылочки, повторюсь, будут в описании под этим роликом. Так, быстренько добиваем комплект поставки. Вот такие вот брошюрки, подложечки. Еще брошюрки с макулатуркой. Тут, конечно, разошлись, ребята, руководство пользователя, гарантийные талоны. И что у нас еще тут интересного? О, скрепка шила для извлечения символатка. USB-C кабель, USB-A на USB-C. Офигеть, что тут такое? Это вообще редко сейчас в современных реалиях. Это у нас USB-C гарнитура или 3,5... USB-C гарнитура. Это не просто наушники, а именно гарнитурка. Офигеть, вы посмотрите, до чего они дошли. Ну и, конечно же, блок зарядного устройства. Я не думаю, что будет какая-то крутая быстрая зарядка. Да, действительно, 10 Вт. Но мы помним то, что у нас тут 3000 мАч. Так что долго смартфон заряжаться при любом раскладе не будет. Итак, ладно. Вот, собственно, весь комплект поставки. Я бы сказал, есть все, что нужно. Ах, да, конечно. Пленочка у нас поклеена на дисплей. Это по-любому, 100%. И, разумеется, есть такой прозрачный, простенький, довольно-таки, чехольчик. Я думаю, на первое время сгодится. Плюс ко всему, я думаю, на том же Алиэкспресс есть и более крутые варианты, чтобы вообще прям сделать его мега-лухарь и аппаратом. Офигеть, зеленый. Ну, ребят, в общем, если будете брать, моя рекомендация именно в зеленом цвете. Он смотрится... А оно еще чуть-чуть мягковатое. Прикольная задняя крышечка. Ну, разумеется, это все пластик никаких. Тут я супер-мега... Хотя, подождите. Нет. Ну, вот он так покрашен, интересно, как будто бы это пластик и как будто бы это металл одновременно, потому что руку немножко холодит. Я не исключаю, что рама у него может быть металлическая, но может быть и пластиковая. Это его надо пилить в любом случае. Но так он не сильно-то и легкий. Я думаю, он будет полегче. То есть, в принципе, такой солидный аппарат из премиум-сегмента, но с ценником бюджетного девайса. Ну, я не знаю. В общем, кому нравится, можете, в принципе, рассмотреть приобретение, потому что я знаю, что подобный вычурный дизайн может прийтись по вкусу далеко не всем, а так по угару вполне себе неплохо он смотрится. В зеленом исполнении вообще дичь какая-то. Офигеть. Но у меня море эмоций. Компакт, так и крохом. Ах! Вот. Одной рукой спокойно кручу-верчу. Ладно, в общем, давайте-ка уберем все эти ненужные транспортировочные пленки и знакомиться с экстерьером этого необычного девайса более подробно. На лицевой стороне Cubot Pocket 3 находится, я уже сказал, довольно компактный, но вытянутый дисплей с диагональю в 4,5 дюйма. Далее у нас сверху идет камера фронтальная, разговорный динамик, датчики, ну и, собственно, все. На левой же стороне у нас есть качелька регулировки громкости. Справа мы найдем кнопку включения и слот сюда, ребятки. К сожалению, можно поставить только две наносим-карты, карточку памяти сюда не установить, и это стоит учитывать, тем более в смартфоне 64 гига, но, в принципе, я думаю, прям не для супер-гиперактивного пользователя этого будет достаточно, ну а так надо будет что-то думать. Сверху, кстати, ничего нет. Снизу же, в свою очередь, только USB-C разъем. Ну и на тыльной стороне этого красавца, вычурного, такого стилевого, у нас есть глазок основной камеры, вспышка, галочка под золото и логотип компании Кубот. Ну и, конечно же, вот эта вот текстура под крокодайлью кожу или кожу дракона китайского, я не знаю, что они тут придумали, но смотрится довольно-таки эффектно. Плюс она не будет собирать отпечатки пальцев, а также будет более устойчива к мелким царапинам. Ну и, как говорится, ребят, красиво жить не запретишь. Вот такой вот шикарнейший в целом дизайн у нашего сегодняшнего героя. Везде золото, везде крокодилья кожа и так далее. Ладно, в общем, разумеется, повторюсь, тут все пластиковое, никаких премиум материалов тут нет, но единственное то, что до конца не могу понять, все-таки рамка пластиковая или металлическая, странно. Мне кажется, все-таки она пластиковая. Но при любом раскладе смартфончик собран довольно-таки хорошо. К этому делу не придраться, тут все так подогнано, даже пластик не дребезжит, вообще никак его не заставить это делать. Но единственное то, что я не могу понять, где тут динамик громкоговорителя. Его тут нигде нет. Ни тут, ни тут, ни сбоку не нашел. По всей видимости, в качестве громкоговорителя у нас выступает разговорный. Такое я видел, кстати, вроде как на его предшественнике. На первом покете, кстати, давайте-ка мы их сейчас сравним. Этот подлец еще меньше. Посмотри, у них тут фамильная черта в виде буквы В, на самом деле, вот эта вот хоп-хоп галочка. Мне кажется, она, ну, лично меня относит даже к верту смартфонам, я бы так сказал. Но первый, ребятки, первый, он еще более компактный. В целом тоже довольно-таки интересный аппаратец. Но он потолще чуточку, самую малость. В принципе, вот тут еще рифленые такие грани присутствуют, поэтому в руке... Но я не знаю, оба девайса в руке лежат максимально офигенно. Даже вот этот вот лучше за счет того, что он узкий, я бы так сказал. Хотя этот лежит нормально, он же вообще кроха, крохотуля такая маленькая. Вот, смотрите, вот, по сравнению с руками. Это действительно очень-очень компактные решения, которые уж точно никуда ваши брюки, карман ваших брюк тянуть не будут однозначно. Как на роль второго телефона там попунтоваться. Вот у меня такой супер-лакшери девайс. Я не знаю. Ладно, в общем, как я сказал, сегодня море эмоций. Поэтому я просто не знаю. Вот, честно говоря, ну как второй телефончик можно взять. Как основной, даже если вы любите компактные, если вы устали от этих лопат. Блин. Ну, вот эти решения мне нравятся. Это прикольно. Это что-то новое. Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Помните, когда все смартфоны были такими компактными? Даже меньше были. Это была норма. А сейчас это воспринимается как-то вау, офигеть. Ну и для того, чтобы не быть голословным, я возьму максимально must-have девайс, который, мне кажется, практически все держали без исключения в руках. Или видели. Вот он он. Это Poco X3 Pro. Видите разницу? Да? Офигеть. Она просто колоссальная. Даже вот этот аппарат не самый маленький. Вот мы сейчас видели первый Pocket. Он еще меньше. Ну и вот так вот он в сравнении с PocoFone. PocoFone это нереально огромная лопата по сравнению с ним. Поэтому говорю, это вообще маленький телефон. Вы когда его распакуете, посмотрите его. Вы не... Ну вот и сейчас мне не верите. Он очень компактный. Маленький. Просто крохотуля такая офигенная. Блин, ладно. В общем, просто море позитива. Я надеюсь, что он не подведет в плане работы и так далее. Потому что, ну, как говорится, встречает по одежке. И тут он однозначно удался. Во всяком случае, на улыбку уж точно пробирает. Так, ладно, ребятушки. Давайте-ка запускаться. В целом, разобрались с его внешкой. Сейчас мы пройдем все необходимые быстрые настройки. И продолжим. Ну что ж, ребятушки. Я надеюсь, вы готовы. Давайте-ка посмотрим на интерфейс этого красавца. И вуаля. Все. Нас опять же встречает, по идее. И, как указано на коробке, 12-й Android. Собственно, я уже узнаю эту прекрасную систему. С ее шикарнейшей шторкой. Которая, в принципе, удобна. Но в ней как-то не особо по душе. Но, в принципе, тут вопрос не к смартфону, а конкретно к 12-му Android. Да, действительно, тут 12-шка. В целом, опять же, я не могу сказать, что она как-то отличается от стока. Быть может, тут есть какая-то щепотка своих собственных настроечек, переделок и так далее. Но все это минималистично и практически незаметно. По сути, это, ну, на 99% стоковый Android. И это плюс. Поэтому тут нет никакой рекламы и прочей ерунды. Это, разумеется, как доступному устройству. Только положительная черта. Так, информация о телефоне. Кубот Покет третий. Да, действительно. Отправляемся на 12 часов. Так. 12-й Android на борту, ребятки. Так, что еще? Хотел посмотреть более, ну, дополнительную информацию. Тут система, обновы. Да, ну, давайте проверим быстренько обновление. Я уже подключился к Wi-Fi сетям. Проверяем. Но аппарат максимально свежий. Поэтому, если сюда ничего не придет, то я не удивлюсь. Не удивлюсь. В целом, повторюсь, обычный, привычный стоковый 12-й Android. А, ну вот, дура спит там. Но это уже медиатековская тема. Улучшатель, ускоритель, бустер. Ну, а так, ну, вот и весь софт. По сути, только Google сервисы на борту. Ничего такого лишнего, ненужного тут опять же нет. Я вот смотрю сейчас по дисплею своей камеры. Тут довольно яркий экранчик. Это при условии, что у нас сейчас стоит то ли половина, то ли меньше половины яркости. Ну, да, около 50%. Давайте-ка на минимум. Минималочка. И максимум. О, кстати, а неплохо. Смотрите, неплохо. Для доступного решения, еще и компактного. Экран тут довольно-таки яркий. Но вот у него соотношение сторон довольно непривычное. Мне кажется, это что-то в районе 21 к 9. То есть, не обычный там 19,5, а получается 21. Вот больше такой соньковский формат. Вот те, кто смотрел мои ролики, я недавно распаковывал целую череду. Соник, и у всех у них очень вытянутые экраны, такое соотношение киношное. Тут, наверное, плюс-минус точно так же. Но разрешение тут ниже, чем HD+. Но это логично, потому что ему тут даже HD+, не нужно. Так, наверное, ну вот так сделаем. Вроде никого слепить не должно. Так, ему не нужно такое огромное разрешение. Если было бы тут Full HD+, и нагрузка на батарейку, это раз. Во-первых, оно избыточно на такой диагонали, прям совсем избыточно. И нагрузка на процессор HD+, ну, в принципе, окей. Но тоже, как по мне, было бы прям очень-очень смачно. Тут же чуть ниже, чем HD+. Вот тут напишу о полной параметре дисплея данного устройства. И как для диагонали в 4,5 дюйма, это вполне себе, опять же, по плотности пикселей, адекватные параметры. И за счет них он, во-первых, будет лучше по автономности, это важно для него. А также намного лучше будет работа графики, а значит, и в игры мы тоже тут сможем поиграть. То есть, в принципе, такой вот смартфончик, я бы не сказал, что подыгран, но так, вытащил из кармана, там, где-то быстренько подыграть во что-нибудь такое. Ладно, в общем, ерундовое сравнение. Ну, тут можно поиграть по-любому. В общем, сейчас я поставлю сюда тест Antutu, и мы выжмем из нашего героя в Сесоге и посмотрим, на что же он действительно способен. Ну и в Antutu девятой версии этот нано-смартфон набирает 199 422 очка. Это вот такой вот средний прогон, несколько раз, собственно, тестировал его в Antutu, и результаты скачут от 190 до 210 тысяч очков, что, в принципе, опять же, соответствует Helio G85. То есть, в принципе, даже в таком небольшом корпусе он не перегревается, каких-то провалов по производительности я не обнаружил. Разумеется, надо все тестировать в играх, там, устроить ему прожарочку, большой троттлинг-тест на несколько часов, и вот тогда уже будет все досконально видно. Но пока что, сколько, примерно час тестировал, и все окей, никаких замечаний в плане производительности нет. Единственное, что, конечно же, у нас тут, опять же, из-за 4 гигабайт оперативной памяти Antutu проходит урезанный тест. То есть, графика не полностью протестирована, было бы тут 6 гигабайт оперативной памяти, можно было бы выжать еще 1000 на 20 очков побольше. В общем, где-то в районе 220 он бы набирал это однозначно. Но, в общем, такой вот бред у нас в тесте Antutu, поэтому Antutu это не 100% показатель для сравнения устройств, а, можно сказать, немного ерунда даже. Ладно, ну, плюс-минус так уже можно на глаз сопоставить устройства по производительности. В любом случае, для повседневных задач любого характера данного железо хватит за глаза. Ну и за счет вот этого вот небольшого компактного дисплея с не самым высоким разрешением, но для этой диагонали его хватает за глаза. Пиксели вы тут не найдете, не увидите, плотность, повторюсь, тут нормальная. Так вот, тут можно вполне себе адекватно поиграть с стендов, можно ставить максимальные настройки графики. В PUBG опять же, лучше все поставить низкий и радоваться такому более-менее комфортному геймплею с адекватным FPS, я думаю, в районе 60. Ну не, 60 он, конечно, не даст, и надо разблокировать FPS в PUBG. В Lite точно даст, в обычном PUBG, наверное, придется разблокировать через конфиги. Ну а в New State там будет в районе 50, так, плюс-минус, опять же, из-за ограничений самой игры. Потому что, я думаю, с таким экраном, с таким разрешением, Helio G85 раскрылся бы в полной мере. Так что, ребятки, если хотите, сделаем большую, ну такую большую, тотальную прожарку нашего сегодняшнего героя в большом тесте игр с FPS, нагревом и троттлингом. Кто за? Прожимаем большие пальцы вверх, набираем полторы тысячи лайков и отправляем нашего героя на тотальную промывочку. Ну а сейчас, ребят, пришло время узнать, откуда же тут все-таки будет играть музыка. Ну, по всей видимости, как мы, как я уже говорил ранее, у нас тут динамик громкоговорителя, это динамик разговорный. Такая вот комбинация, в целом, встречается, опять же, не впервые. И я думаю, для такого, для подобного устройства это вполне себе окей решение. Так, ну, для того, чтобы сэкономить место. Главное, чтобы он работал хорошо и качественно. Итак, у нас тут версия на 64 гигабайта. Если нужно на 128, то лучше присмотреться к King Kong. Он еще и защищенный и, в принципе, имеет точно такой же форм-фактор. И, опять же, будет все плюс-минус то же самое. Только больше памяти как оперативной, так и накопителя. Так, где у нас тут библиотека YouTube? Моя бесплатная, беспроблемная. И запустим трек, ну, пусть вот этот вот. Громкость на максимум. Ну да, действительно, основной динамик у нас тут. Вау. Слышите? Да. Да что, блин, а как так? У него посылит. Громкость, в принципе, средняя. Он не очень громкий. Ну, норм. Ну, и басы. Он такой басовитый. Прикольно, слушайте, не ожидал. Не, ну, громко смотрим. Нифига, как они это сделали. Ну, знаете, в принципе, норм. Звечание неплохое даже. Ну что ж, ну что ж. Надо теперь, конечно же, протестировать и камеры. Фронталочка тут вполне себе скромная на 5 мегапикселей. Ну, основная может похвастаться главным сенсором на 20. Ну, и все, больше никаких сенсоров тут, собственно говоря, и нет. Как в старые добрые времена. Переходим в приложение камеры. Так, куда они его спрятали? Ну, ладно, вот тут вот достанем его. И, опять же, все плюс-минус очень и очень нам знакомо. По другим смартфонам от компании Cubot и по многим другим смартфонам на стоковом Android. Потому что камера в целом у нас тут очень и очень близка, опять же, к стоку. Тут все очень похоже на сток от Google. Итак, картинка у нас, режим, и очень много настроек. Тут, конечно, капец. Подавление, мерцание, ISO, задержка, переключатель. Какая-то стабилизация даже присутствует. Ну, я ее активировал. Не знаю, будет она работать в видео или же нет, но мы это посмотрим. Так, ну, еще куча всевозможных режимов и так далее. Так, вкладка видео. Максимальное разрешение видеосъемки. Full HD. Окей, программа минимум выполнена. Все хорошо. Зум. Четырехкратный, но только цифровой. В принципе, это, опять же, неудивительно. Режим монохромный. Все это благодаря одному датчику. Beauty и больше. Тут у нас ночной режим, профессиональный. Ну, это просто обычная, так сказать, ручная настройка и сканер штрих-кодов. Да, он тоже тут присутствует. Так, ребятушки, наверное, больше нам тут ничего дополнительно интересного уже не покажу. Так что выходим на улицу. Берем этот слиток золота за пазуху и смотрим, на что же он способен по части фото и видеосъемки. Тест записи видеокамеры смартфона Cubot Pocket 3. Запись ведется в максимальном для данного аппарата Full HD разрешении, то бишь 1920 на 1080 точек. Кадровочка 30. Все поставил, все на максимум. И вот такая картинка, ребятки, у нас в целом получается. Не знаю, в настройках есть пункт системы стабилизации. Правда, опять же, не пойму, по дисплею смартфона работает она или же нет. В любом случае, вам уже видно, есть стаб или же его тут нет. Так, в целом, картинка, опять же, с учетом Full HD разрешения, вполне себе адекватная. Без звезд с неба, но поснимать можно. И давайте-ка еще, конечно же, обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Как вам справиться с этой задачей? Есть. Уходим на горизонт. Давайте-ка еще раз макро. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас зависит уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И получается то, что по настройкам все плюс-минус точно так же, как и на основу. То есть в Full HD 30 кадров в секунду. Ну, вроде как 30. Опять же, все технические характеристики кадра указаны на экранах вашего устройства. Но в целом, для фронтного очки компактного девайса, качество вполне себе предсказанное. Ну, что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы пропускать новые ролики на нашем канале. А также посещаем все наши социальные сети. Наш YouTube, Roto, Yandex, Zen, группа ВКонтакте. И, конечно же, сообщество в Telegram-канале, где я делаю посты с самыми крутыми низкими ценами, как по местным магазинам, так и, конечно же, на Алиэкспресс. Если хотите сэкономить, крайне полезная ссылочка. Все есть в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку. Видео лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok